В преддверии дня принятия бюджета Ульяновской области в правительстве региона прошло первое заседание кабинета министров под руководством нового председателя Владимира Разумкова. Профильных министров призывали собраться с мыслями и запастись терпением, так как работа предстоит большая. Я надеюсь на то, что ваш профессионализм, ваш опыт совместно со мной помогут нам в решении тех задач, которые стоят перед правительством. Конечно, буду постоянно обращаться, взаимодействовать с вами, поскольку именно работа в команде, она, безусловно, залог достижения тех результатов, на которые мы нацелены. В ходе заседания обсудили многие темы по комплексному развитию Ульяновской области. Одной из таких тем стало утверждение отчёта об исполнении бюджета региона за 9 месяцев 2021 года. Так, за этот период общий объём расходов Ульяновской области составил более 59 миллиардов рублей. Более 40 миллиардов рублей направлено на социальную сферу, почти 11 миллиардов потрачено на реальный сектор экономики и 8,5 миллиардов на реализацию национальных проектов. Комплекс, принимаемый в меры по обеспечению сбалансированности бюджета за счёт иммобилизации собственных доходов и привлечения средств и повышения эффективности бюджетных расходов, позволил профинансировать все необходимые социально значимые статьи и программные мероприятия. Немаловажным стал вопрос о закреплении волонтёров общероссийской акции «Мы вместе» за пожилыми гражданами, которые в условиях пандемии нуждаются в дополнительной помощи. На сегодняшний день в оперативный штаб уже поступило более 160 тысяч заявок, которые своевременно отработаны волонтёрами и социальными работниками. Заявки поступают на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и самое востребованное направление – это лекарственные препараты. На сегодняшний день на самоизоляции находятся люди старше 60 лет, которые не вакцинированы и именно они сегодня у нас в приоритете по отработке заявок на доставку необходимых продуктов и лекарств. Сегодня в Ульяновской области уже сформирован реестр получателей. Всего необходимо выделение 141 квартиры. В этом году на эти цели выделено более 9 миллионов рублей. Кроме того, в регионе действуют программы «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра» с единовременной выплатой при приобретении жилья в размере 1 миллиона рублей. Также при приобретении жилья в ипотеку медработнику предоставляется выплата на софинансирование первого взноса. В этом году такую поддержку получили 98 медиков. По решению областного правительства в следующем году продолжится проект по присвоению медицинским учреждениям и улицам имён врачей, которые отдали жизнь в борьбе с пандемией.